Различие мантры и молитвы. Молитва читается сердцем. Мантра это работа с умом. То есть вы тренируете ум. Потом, когда ум оттренируете, сердце очистится с помощью мантры. Сердце очищается с помощью мантры. Что вы постоянно повторяете имя Бога, например, это мантра. Имя Бога обладает очистительным могуществом, очень сильным. Понимаем мы это или не понимаем, неважно. Лекарство работает. Это имя Бога, оно духовное. Оно входит в наши уши, как лекарство. И очищает наше сознание. Очищает, очищает, очищает. От чего очищает? От чего очищает? Не, мысли есть нормальные, хорошие. Иногда негатив полезен. Иногда. Иногда невежество полезное. Да. Например, сон. Это невежество, но он очень нужен нам. Господь говорит, очисть свое сердце от материальной скверны. Что же это за материальная скверна? Это материальные желания. Материальные желания. Желания обладать материей. Наслаждаться хочу. Сами желания имеют в нашей жизни место. Но вопрос, куда мы их направляем только. Если мы направляем их на самосознание, на духовное развитие, на благородные цели какие-то, на помощь людям и так далее, то тогда это хорошо. Но если мы направляем желание на то, чтобы я наслаждался этим миром, эксплуатировал всех и так далее, тогда это разрушает нашу судьбу. Тогда мы не приблизимся к духовной реальности никак, так и останемся в этом болоте суеты. Поэтому очищаем сердце от материальной скверны, материальной желаний. И мантра она очень хорошо очищает. Неосознанно это происходит. Пропадают низшие вкусы, например, у людей быстро. Речь становится очень звонкой, чистой, приятной. Да, мысли такие свежие прям. Решения легко принимаются сразу человеку. Что все понятно, все ясно. Есть энтузиазм. Что мусор ушел, шелуха вся ушла, все остались только зерна, только судьба оставалась. И все. И вот тогда начинается молитва. Когда уже нету грязи, потому что когда грязь, непонятно, что за молитва. Может не молитва даже быть.